Знаю, кто-то, наверное, будет меня стыдить и говорить, какой кошмар. Я начала вышивать с 7 лет. Видимо, я нашла то, что мне нравится. Не ищите оправданий, просто берите и делайте. Я здесь работаю. Ее не купишь в магазинах. Это же, боже мой, Аня, какая ювелирная работа. То есть я ее вышивала в 12 лет. На айфон и монтирую. Люди не понимают. Супер, супер. Я для искусства, а не для того, чтобы носки зашивать. Привет, друзья мои. Мы сегодня в гостях у Ани. Аня основатель онлайн-школы русской вышивки. Обязательно подписывайтесь на канал. Вас ждут много полезных, интересных видео. Меня зовут Анна Маркова. И я основатель школы по русской народной вышивке. Я занимаюсь вышивкой уже более 20 лет. Это так долго, потому что я начала вышивать с 7 лет. Я вышиваю именно профессионально. И с самого начала это был такой мой профессиональный путь. Просто вот в детстве я не задумывалась, что это как-то может стать впоследствии моей профессии. Но так получилось. На протяжении 11 лет я училась вначале во дворце творчества юных. И мне просто повезло с преподавателем. Она очень любила русскую вышивку. И именно преподавала детям такую вышивку довольно сложную, на таком довольно высоком уровне. Ань, ну это так удивительно, потому что я вот не могу представить, чтобы мой 7-летний ребенок мог сидеть и вышивать. У тебя столько терпения, да? Ну, я не знаю. На самом деле я не могу сказать, что я очень терпеливый человек. Наверное, нет. Но просто, видимо, я нашла то, что мне нравится. И меня не вызывает это какого-то такого дискомфорта, что вот я сейчас сижу, вышиваю. А по образованию, Ань, ты кто? Стоял действительно выбор у меня. Вот либо я пойду в Высшую школу народных искусств, либо я пойду в экономический вуз, либо я... Такая разница. Да, да. Либо мне хотелось еще на тот момент. Я очень любила литературу, и я думала на филолога поступать. И, конечно, победила что? Победила экономически. Ну, и я, конечно, закончила экономический вуз. Но все равно потом, когда я закончила, я пошла работать администратором гостиницы. И в тот момент я стала думать, ну, я вышиваю. Я все равно продолжала вышивать. Я думаю, ну, блин, я вышиваю. Ну, то есть... И мне как-то вот захотелось вот это... Ну, как-то поделиться своими знаниями. Ну, и, в общем, я стала пробовать. Вот параллельно с работой я стала пробовать. Ко мне ходили девочки. Вообще, мне очень нравилось. Я прям чувствую, что получаю огромный заряд энергии после вот этих вот занятий. То есть после работы я ухожу вот такая. Ну, то есть я вся... Ну, тут ты на своем месте, да, Ань, ты вышиваешь. А тут там... Ну, я понимаю, что, конечно, я меньше времени проводила. Там я два часа, например, занятия провожу. Понятно, что это не восьмичасовой рабочий день. Но я чувствую, мне это нравится. И как-то вот я стала потихоньку этим заниматься. И впоследствии вот это все растет в такую вот школу. Я еще продолжаю развиваться. Ну, и, конечно, я потом поняла, что мне тоже надо как профессионал учиться, идти дальше. И, конечно, все равно я вернулась в высшую школу народных искусств и пошла туда и занималась и защитила диплом. У меня красный диплом, например. А, нет, нет, нет. И вот это защита... То есть у тебя долгий путь, да, такой был? Да, такой круг, короче, вернулась от того, что все равно вот с чего начинала, где у меня было разветвление. И потом все равно. Но я ни о чем не жалею, потому что экономическое образование мне тоже пригождается. И это огромный опыт, как жизненный, так и люди, которые меня окружали, преподаватели. Это все было очень интересно. Я все равно вернулась, все равно смогла. И я понимаю, что все, что вы хотите в любом возрасте, не ищите оправдание, просто берите и делайте. Поэтому вот у меня такой принцип. Аня, ну на самом деле ты такой вот, знаешь, пример, потому что действительно многие из нас, занимаясь творчеством, боятся, что это не принесет доход, что это какая-то несерьезная работа, ну и как бы, когда ты с друзьями, например, встречаешься, ой, я там юридист, я там, а я вот судья, да, ты что скажешь, ну я вот вышиваю. Ну как-то сложно. Теперь я говорю, что у меня онлайн-школа. А теперь онлайн-школа, да. Я основатель онлайн-школы и частные уроки также даю. Но я о том, что сложно. Ну это стеротип, да. Пока что, когда вокруг нас люди как бы с такой нестворческой профессией, в меньшинстве мы, да, и нам очень сложно сразу принять правильное решение и заниматься творчеством. Вот, Аня, я рада, что ты открыла свою онлайн-школу. И, друзья, мы сегодня посмотрим Ани на рабочее место. Ты расскажи, Аня, где у тебя находится станок для вышивания? У меня комнаты две, но здесь вот такая у меня кухня, зала. И изначально я планировала, что здесь у меня гостиная будет, ну и кухня, и чтобы гости приходили. Я хотела тут диванчик поставить и все такое, но потом, когда мы уже сюда вот въехали в эту квартиру, я просто поняла, что я здесь работаю. То есть вряд ли здесь будет гостиная. У меня здесь стоит станок, он никуда у меня не убирается, не сворачивается. То есть я его просто здесь оставляю. Вот это очень удобно, потому что я знаю, что многие там мастера и там рукодельник, кто занимается, они, ну, есть такая проблема, что надо сложить оборудование, что-то все закрыть там от кого-то. У меня, слава богу, такого нет, потому что вот я поставила, и все, я могу накрыть там чем-то, да, чтобы не пылилось, и потом в любой момент я просто сажусь и продолжаю вышивать. То есть это очень удобно. Вообще здесь я всегда все двигаю. Вот у меня здесь шкаф стоит там, бывает, я его ставлю вот сюда. Это вообще называется профессиональный станок для вышивки. То есть здесь вообще вот рама, которая поднимается, она тоже профессиональная. Ее не купишь в магазинах. У нас вот в рукодельных магазинах не продается такое, потому что, ну, никто не знает, на самом деле, на чем нужно вышивать, вот именно профессионально. Вот, она разборная. Здесь, видите, такие тут всякие штучки. Вот. Сейчас я натянула, это у меня работа. Конечно, натяжение обычно по-другому делается на этой раме. Вот. Это просто техника вышивки, которая, ее можно на любую раму натянуть, вот эту сетку, но я тут профессионально этой рамой все равно решила воспользоваться, потому что других вариантов у меня нет. Вот. Ну и вот обычно эта рама кладется на такие вот стойки деревянные. Угу. И, то есть, здесь нет никаких дополнительных наклонов, это все не нужно на самом деле. Угу. Вот. И просто вот стул, и садишься, и вышиваешь двумя руками. А где, Аня, ты взяла это? Это я заказала на ярмарке мастеров. То есть делают рукодельники, да, какие-то специальные? Да, тоже мастера, они вот деревянные всякие, они и для откачества что-то делают, те, кто ремеслом занимается, еще что-то у них. Но я вот нашла вот эту раму, она меня устраивает. Аня, ну теперь у меня главный вопрос. Расскажи, как ее применить, где применяется эта вышивка вообще-то, или как это, или это как картины, на которые надо любоваться. Это же, боже мой, Аня, какая ювелирная работа. Да, ну это еще, я тебе другое покажу. Это еще не такая тонкая работа, есть это у меня, это я себе рубашку шлю, как раз он к вопросу о том, что вот это вот ювелирная работа. О, господи, я даже не представляю, Аня, как ты это сделала. Золотые ручки, Аня, у тебя голос, господи, друзья, вы только посмотрите. Аня. Это называется крестецкая строчка техника, потому что она развивалась в поселке Крестце, в Новгородской области, и можно отдельно почитать про эту технику, там сейчас фабрика, они тоже развиваются, я слежу за их работой, я очень рада, что у них дела пошли, и промысел стал развиваться. Картины мне нравятся, кстати. Пойдем посмотрим. Ну, это вот моя учебная работа, то есть я ее вышивала в 12 лет. Мне было 12. И рисунок, это моего преподавателя, она нарисовала эту птицу, а я просто вот, ну, как исполнитель, выполнила вышивку. Вот, ну, вот на таких вот работах я тренировалась. Ну, мне нравятся картины. Вот она у меня сейчас висит, эта птица, мне очень нравится. Она подходит под мой интерьер, у меня все в таком спокойных оттенках, такой у меня скандинавский стиль, поэтому, ну, как-то мне нравится. Я вот, картины делаю, одежду, одежду для себя, вот рубашку шью. Аня, давай еще вот расскажи, здесь у тебя стоит стол, стул, компьютер, это у тебя, наверное, для онлайн-школы, да? Да, я... Что за стол у тебя какой-то? Слушай, стол, это просто стол, и это я не помню, откуда он. Он такой, он необычный. Знаешь, я его сразу приметила, мне даже казалось, он, наверное, какой-то... А, вот тут немножко видно, что он старый, но так вот, будто дизайнерский у тебя. Не-не-не, я не знаю, сколько ему уже лет, потому что вообще он у меня был пеленальным столиком в начале, вот, но он не продавался, естественно, как пеленальный стол. То есть у тебя стол с историей, да? Сначала ты пеленала своего ребеночка, а теперь вот ты здесь создаешь онлайн-уроки, да? Да, теперь я буду. Но я думаю, что надо мне все равно другой стол, потому что... Мне кажется, они надо оставить. Стесновато, да? А что я на нем, да, у меня здесь компьютер, потому что всегда общение там... Давай, а не садись за стул. Общение с учениками. Ну, у тебя как онлайн-школа? То есть у тебя есть какими-то учениками ты отдельно прям в этом через скайп или как? Ну, я вообще со всеми индивидуально общаюсь. Пока что нету такой необходимости, чтобы у меня был какой-то куратор, например, хотя я понимаю, что школа растет и больше учеников, и, конечно, скорее всего, потом будет какой-то и куратор, который будет все заследить. Вот, а так я все проверяю домашние задания, он мне высылает фотографии. По фотографии я обычно сразу вижу, что там человек, получается у него или нет, или где у него проблема. Ну, и даю какую-то обратную связь, поэтому сижу тут переписываю. Ну, и, конечно, работа там с соцсетями все равно тоже она вся здесь. Ты продаешь свои курсы в Инстаграм? И в Инстаграме, и ВКонтакте. Где у тебя больше продается? Хороший вопрос, и все мне его задают, но на самом деле я скажу, что у меня и там, и там курсы покупают. 50 на 50, да? Да, то есть у меня не выделить, что вот только Инстаграм или только ВКонтакте, например, нет. И там, и там у меня есть аудитория. Конечно, в Инстаграме ее больше, ну, в общем-то, идет параллельно, мне кажется. Ну, может, чуть больше Инстаграм, но вот не знаю, по ощущениям кажется, как будто одинаково. Аня, ну где у тебя главный твой оборудование, видеокамера, на что ты снимаешь уроки? Я сейчас снимать буду, ну, вообще я снимаю на айфон и монтирую, вот. Но, в принципе, если хороший какой-то телефон есть, ну, вообще я, конечно, задумываюсь над какой-то камерой, например, но... как бы в голове, потому что ты должен преподнести так информацию, чтобы в первую очередь человеку было понятно. Я знаю и участвовала в каких-то тоже онлайн-курсах по вышивке тоже, и я иногда просто удивляюсь, насколько люди не понимают, как они ставят камеру. И для меня это странно, то есть я думаю, ну, это странно. Но, видимо, не у всех это дано, а у меня вот как-то сложилось, и я вижу кадр, я как-то смотрю, и мне все люди говорят, Анна, у вас там такие уроки, все так понятно, все вы так вообще... Аня, тебе уже скоро надо и онлайн-уроки давать, как снимать уроки побольше. Да, это отдельная тема, потому что вот почему на самом деле творчество творчеством, но все равно, вот я хотела сказать, что в человеке, в мастере должно совмещаться и творческое, и я занимаюсь рукоделием, но тем не менее все технологии, которые сейчас есть, телефон, там, соцсети, это все нужно изучать. И огромное направление в это... Ну, вообще, я вложила в свое обучение тоже деньги, каждый раз вкладываю, потому что это все очень необходимо. Вот те люди, которые могут соединить вот эти два рукоделия и вот эта технология, вот тогда получится. Продавать, да. А не потому что там телефон или не потому что это там не актуально рукоделием заниматься. А экономическое образование, Аня, тебе как-то помогает в продажах? Это как-то связано или это вообще не... Нет. Ну, то, что мне давали в университете, это одно, а сейчас это другое. Совершенно. Это у меня сейчас образование только началось. То есть я с самого нуля, у меня никто этим не занимался. У меня муж вообще не понимает, что я уже делаю. Он говорит, ты открываешь свои программы, говорит, я вообще не понимаю, что ты, куда ты, на какие-то кнопки, что у тебя за сервисы, что ты... Он вообще не понимает. У тебя муж не в интернете? Он не в интернете. Он у меня заместитель управляющего кофейни. Поэтому он вот... Он любит общаться с людьми. И он такой более... Ну, я тоже люблю общаться, но я могу и сидеть. Потому что я и душеваю, да? И я как-то вот... Мне нужно, чтобы и то, и то было. А муж у меня, он очень общительный. Он не может без этого. Поэтому он в кофейне его все любят, как сотрудники. Аня, ну, про рекламирую кофейню. Куда нам идти? Чтобы встретить твоего доброжелательного мужа? Встретите вы его или нет? Он работает в Старбуксе. Но вот... Расстретите вы его или нет? Ладно, хорошо. У нас, друзья, кстати, есть еще одна героиня. Света. У нее тоже экономическое образование. И она продает свои работы на Еции очень успешно. И там, кстати, Свете помогло это ее образование. Ну, как мне кажется. Потому что иначе никак. Вот. Я вам здесь оставлю ссылку. Вот здесь в уголочке. Но пройдите ее посмотреть только после того, как у нас закончится видео с Аней. Да, неправильно? Никуда не ходите. Кстати, по поводу Еции. Это действительно хорошая платформа. И я сама хочу зарегистрироваться. Ну, вот просто вот посмотреть, как оно будет идти. Потому что моя основная деятельность, я, конечно, выполняю на заказ вещи и там продаю. Но основная моя деятельность это обучение. Ну, для эксперимента я хочу на Еции зарегистрироваться. Ну, мне кажется, помимо учебы, да, тебе все-таки хочется, чтобы еще и покупали твои работы. Поэтому хочешь потестить на Еции. А Еции, мне кажется, это самая такая площадка, где ценится ручной труд. Главное знать, как продавать. Вот Светочка знает. Не забудьте посмотреть видео. Да, я тоже посмотрю. Да, Аня, спасибо. Потому что я как раз хочу сейчас вот открывать тоже, посмотреть. Вот делаю фотосессию и буду выкладывать фотографии. Аня, давай, ой, шкаф. Покажи нам, что у тебя. Это же Tumba Alex. Это не шкаф, Tumba, да? Да, да. Это с Икея. В общем-то, почему он мне понравился? Потому что здесь очень много ящичков. Но самое главное, что мне понравилось, что здесь маленькие ящички. Да, но сейчас еще они эти перебью. У нас много у героев есть эти ящики. И многие жалуются, что когда ящик выдвигает, выдвигаешь вот выдвиняю ящик какой-нибудь. Вот есть такая зона там в конце, куда ты не можешь... Не видно ничего. Да, сложновато. Тебя это не... Меня не смещает, потому что у меня лежат нитки, которыми я, например, не часто пользуюсь. Вот здесь, например, у меня ниточки лежат. Ой, я купила их... Аня, ты тоже Кирова вышиваешь, да? Да, я купила вот эти ниточки, например, в Италии. И просто они ждут своего часа, вот они у меня лежат, например. То есть я им не пользуюсь. Если что-то мне нужно, вот я выкладываю, у меня, например, вот здесь вот прям в доступности. То есть самое главное, это здесь, конечно. Друзья, смотрите, Аня вышивает Мулине Кирова. Мулине Кирова вы можете купить на сайте myshop.ru. Я вам там ниже оставлю ссылку. Там самая низкая цена. У них еще есть и бесплатная доставка, и всякие скидки, и купоны. И Мулине Кирова мы очень любим. Я тоже вышивала, потому что это питерская Мулине. Я только поэтому вышивала. А ты, Аня, почему я не вышиваешь? Ну, я вышивала, не знаю, просто вот у меня преподаватель, как-то вот так повелось, да? Я училась, и мы вышивали постоянно Мулине Кирова. Я, конечно, знаю, в чем недостаток этих ниток, вот честно вам скажу. Я знаю, но... Давай, Аня, скажи. Я снимала на YouTube тоже видео сравнение разных производителей. Но именно если говорить про Кирова, там нитки бывают, они то толще, то тоньше, одна нитка. Но в моей вышивке это не, скажем так, не экстренный какой-то случай, какой-то кошмар. Если я вышиваю гладью или там что-то, это незаметно. Но почему люди как бы говорят об этом? Потому что большинство вышивают крестиком. И когда ты делаешь зашивку на конве, там может быть из-за того, что нитка то толще, то тоньше, там где-то плотно будет, где-то будет жидко как-то. И это все заметно именно в вышивке крестика. Единственное, что, конечно, там, например, вот в ажурных вышивках, вот которые я там вышиваю, иногда это может быть заметно. Иногда нитка, например, ее вытаскиваешь, она комочек какой-то на ниточке. Ну, кто-то прям вот говорит, какой кошмар, все, комочек, это качество плохое. Ну, конечно, да, но это же и цена соответствующая, во-первых. А во-вторых, ну, вот режьте вы этот комочек и начните, что вам? То есть я вот этого не понимаю, но это просто как вот информация, да? Аня, спасибо большое, это очень, мне кажется, ценная информация. Начала уже много. Давай, знаешь, как, я сейчас вот так обойду, чтобы мне было удобнее снимать. Ну, давай, Ань, подробней. У меня тоже есть отделение, например. Это у меня, кстати, советская такая штучка. Я помню, у меня у тети такая была. Аня, ты такая молодежь, что где ты ее сохранила? Господи, у мамы взяла, потому что мама же, у нее все остается. Я потом возьму себе, потому что я стала золотным еще шитьем заниматься. А вот здесь вот тоже советская у меня коробочка такая есть. Кстати, многие тоже, скорее всего. Я не помню. Здесь, боже, что здесь вообще написано? А, это памятник Пржевальскому на берегу озера Иссыкуль. Вот еще с удивива этими вещами, это здорово вообще. Да, вот эта вот советская, это я на самом деле у тети эту коробочку она мне подарила. Но она мне говорила, что это бабушки, на моей бабушке коробочка. Ну, в общем, там долгое ссоре. Все дарили друг другу, видимо. Я потом ее забрала. И самое интересное, что я была на Иссыкуле, поэтому, ну, как бы, она не просто так. Вот. И здесь у меня тоже хранятся мулине. Ух ты, одного цвета красного? Нет, там, это я просто покупала. Вот здесь у меня другие оттеночки. Я не наматываю мулине, потому что, ну, в целом, лучше так хранить. То есть, да, заломы остаются, она начинает виться, ну, как бы, кто-то отглаживает или что-то, ну, зачем? Я, вот, у меня лежат, например, я открыла, у меня не путаются, я быстро израсходовала, и все. Они вот так вот у меня лежат. А, ну, ты просто очень аккуратная, потому что мне сложно, когда у меня мулине распутаны. Нет, у меня что же бывает, конечно, такое. У меня здесь, вот тут старое мулине, я даже не буду показывать, я не знаю еще пока, что с ними делать. Вот, ну, и в целом у меня вот это тоже. А, это, например, я тут делала для своего YouTube-канала, но здесь вот как раз я сравнивала нитки разных производителей, у меня здесь остался образец. Купила тоже себе вот это вот. Органайзер, да? Да, но я уже поняла, что вряд ли я им буду пользоваться. Слушай, мне тоже не нравился, да. Ну, во-первых, потому что вот эти заломы, и как бы это не очень хорошо. Для вышивки крестиком отлично, потому что, ну, там такие маленькие стежки, там ничего особо не поймешь. Вот, но я все равно взяла, думаю, всякие остаточки какие-то наматывать, что-то такое делать. Ну, вот у меня еще в процессе, потому что, честно, даже вот руки не доходят, намотать там что-то. Тут пока лежит вот здесь. Вот там у меня еще схемы лежат для вышивки. Сейчас ты, Аня, схемы сама придумываешь? Да, я рисую. Ну, здесь ткань у меня, например, внизу вот. Аня, это у тебя, подожди, как он называется, пяльцы? Это какие пяльцы ты покупаешь? Гамма? Я не помню. Это вообще старые, скорее всего, пяльцы. Это уже? Там не то, что гамма, там вообще непонятно что. Но я в основном беру деревянный, и всем рекомендую деревянный, потому что на пластмассовых, там, резиновых натяжения не сделать хорошее, на деревянных можно. Не знаю, у меня на канале, я рассказываю об этом тоже, кому интересно будет. Аня, ну вот как ты за пяльцей нурге? Я беру деревянный нурге. Это вот квадратный, который? Нет, круглые у них есть тоже деревянные, у них просто удобно. Это вот, подожди, вот я вот купила это нурге или не нурге? Они подороже, чем обычно? Да, у тебя нурге. Хорошие, мне нравятся, хорошие, потому что, ну, я не буду сейчас все нюансы говорить, но мне нравятся. Ну, пяльцы хорошие, да, я вот купила новенькие, потому что у меня там тоже старые, они немножечко уже, кольца не сходятся. Сейчас они еще рекламу давай сделаем, друзья. И пяльцей нурге вы тоже сможете купить на сайте myshop.ru, там тоже самая гуманная цена, на них есть разный диаметр, вот, и можете там набрать на бесплатную доставку, получить скидку, ссылку я вам оставлю под видео. Спасибо, Ань. Давай дальше открываем. Так, ну, здесь у меня это ниточки тоже, в основном я белыми, там, бежевыми вышиваю, поэтому у меня здесь... А у тебя здесь ирис, Ань? Это ирис я правильно назвала? Но, честно говоря, это у меня был какой-то эксперимент, я уже не помню, мне эти ниточки подарили, и я ими что-то, да, вышивала, но вот они у меня лежат, я ими, честно говоря, редко пользуюсь. Вот, в основном мулины. Угу. У меня здесь есть ящичек, он тут у меня не очень хорошо оборудован, потому что я вот не знаю тоже, как это все сделать. Это вот для золотного шитья, у меня тут, вообще, честно говоря, такой подносик есть, вот, и я, когда мне нужно, например, что-то выбрать, взять, я себя выкладываю на этот подносик, там какие-то камушки кладу, и иду, работаю. Пока сейчас вот здесь это не... Ну, то есть в процессе организации. Потому что мне кажется, что мне уже просто этого ящика не хватает. Друзья, кстати, если вдруг у вас есть какие-то советы, как они вот организовать здесь хранение... У меня пока в пакетиках, но пишите в комментариях. Я, как бы, не всегда занимаюсь тоже золотным, да, шитьем, то есть когда я выполняю что-то, я вышиваю. Сейчас, например, другую, мне этот ящик не нужен, то есть лежит и лежит. Я жемчугом вышиваю. Прямо настоящий? Да, это настоящий речной жемчуг. Вот, и мне понравилось. У меня жемчуг разного размера, тут, ну, как бы для бисера тоже используют. Вот это прям очень классная штука, ты вот можешь вот так поставить все и просто брать материал, а потом раз и закрывать. Супер, супер. Так, ну что, вот тут вот еще ящичек, мне очень нравится, как я его сделала. Вот, Ань, какой классный. Да, и мне кажется, нужно вот по образу и подобию еще другие организовать. Это у меня такое швейное, больше швейное, вот тут ножнички. Ой, Ань, какой, а подожди, ну-ка, давай покажи ножнички. Я не скажу, что порядок. Слушай, эти ножнички, они не специальные. Это вот почему-то, у меня их стало очень много. Такие классные. Как бы они просто такие дорожные. Какие-то затупились не очень уже, а какие-то хорошие еще. Но я их просто в одно место положила, и просто они вот тут лежат. Но ты их в вышивке используешь? Люди для вышивки другие? Я сейчас вообще стала другие. Я вот эти вот, кстати, стала для вышивки использовать. Они очень дешевые, 80 рублей стоят. И они с вот этим острым носиком. Это мне очень важно, потому что я ткань подрезаю, и мне надо. А вот эти вот, они, конечно, туповаты уже для этой работы. То есть они просто для чего-то там, для обычной нитки там обрезать. А разделители, Анете, ты где взяла? Этот разделитель мне вообще подарили такую шкатулку для рукоделия. Я его взяла из этой шкатулки. Мне прям очень понравилось. И я потом мужу сказал, я говорю, вот смотри, когда тебе нужно было что-то зашить. Вот такая. Я здесь. Я говорю, вот здесь вот нитки есть, вот здесь вот ножнички. А не то он у меня постоянно спрашивал, и не мог найти. Я говорю, вот теперь. А он на тебя сам что-то зашивает. Какой хороший муж, что Аня. Это, конечно, не очень. Потому что, ну, я обычно говорю, знаете, ребята, я вышиваю. Я для искусства, а не для того, чтобы носки зашиваю. Это так. Ну, я шучу. Ну, просто, правда. Почему-то вот думают, что я там, давай пуговицу пришей нам, давай там молнию пришей. Это другое. Ну, то есть... Аня, твои ручки только для красивой вышивки? Да, не для носков. Не для там... Вот он сам, да. Молодец. Еще бывает такое, что... Друзья, надо поставить лайк, а не на мой мужик. Это отдельная, да, история. Ну, в общем, да, он мне молодец. Даже не знаю, кто-то, наверное, будет меня стыдить и говорить, какой кошмар, ты же вышиваешь. Это со-завистницей, Аня. Почему ты не можешь мужу там что-то зашить? Это со-завистницей, да. Аня, расскажи еще, вот что за книга у тебя здесь. А эта книга, это я сейчас, вот поскольку вышиваю филейно-гипюрную вышивку, я вот ее достала. Это по вышивке. Такая старая книга. Это старая книга, обожаю такие. Да, и у меня много таких. Это вообще, вон, 59-й год издания. Потому что вот именно такая вышивка, ну, ее как бы найти... Новых не делают, да? Да, что-то делают, но все равно не то. И поэтому я очень часто скупаю всякие советские издания. Где Аня находишь? Иногда на Авито нахожу, даже очень часто нахожу на Авито. Но сейчас в Инстаграме есть тоже различные аккаунты, где они вот как раз-таки вот такими всякими книжечками редкими выставляют. Можно там посмотреть. Если что, друзья, пишите в комментариях, Аня вам напишет эти аккаунты. Да, я даже знаю, да, вот один аккаунт, я, по-моему, книги две там купила. Кто-то с Украины мне тоже присылал. Или на Авито, вот, я тоже книги две или три купила. Ну, то есть вот смотрю в интернете. Здесь мы все ящики. Ну, здесь просто есть ящики, которые не совсем к вышивке относятся. Тогда не будем смотреть. Они нам, да, особо. Это просто мои канцелярские. Так, Аня, вот еще давай, мне очень интересно, у тебя здесь удлинитель. Ты его хотела спрятать, но мне кажется, нужно о нем тоже поговорить. Я такой первый раз вижу, что это такое. Это какой-то специальный у тебя для чего-то? Это какой-то удлинитель, который купил муж. Специальный для меня. Но я не знаю, что... Ну, конечно, потому что... Так, необычно. У меня здесь... Аня, ну, какой ты заботливый муж, да? У меня здесь компьютер, у меня лампочка, у меня зарядное устройство, и еще куча бывает там, ну... И поэтому... Поэтому он взял сразу мощный, да? Да, он взял сразу мощный. У меня просто стоял какой-то тройник, которого мне не хватало. Я постоянно говорила, что мне делать, что мне делать. И потом он просто взял и решил мою проблему. И, ну, где-то он заказал его. Молодец. Аня, ну, скажи, получается, знаете, у тебя сейчас... Твоя онлайн-школа – это твой основной доход, да? Да, да. И как-то тебе пришлось бороться за то, что заниматься своим творчеством и зарабатывать? Или семья у тебя сразу приняла, типа, и, да, Аня, давай, у тебя все получится? Муж мне сразу сказал – увольняйся. Я просто такой человек... Друзья, ну, опять, какой молодец муж! Давайте ему сразу 10 тысяч лайков. Правда, да. Я... Ну, вот я работала в гостинице, была очень хорошая работа. Мне вообще в целом нравилось. Потом я ушла в декрет. Ну, я уже преподавала. Аня, ты, получается, ушла в декрет и не вышла, да, потом? Да, я потом не вышла. Ну, все, ты как все мы практически, друзья. Мы все вышли из декрета. Я опять скажу эту фразу. Да, это очень комфортная тема, но я... Дети нам дают, Аня, столько всего, да? Очень дают. Причем, я когда была на работе, ну, вот все в окружении говорили, да, ты там в декрете, ну, что там, все, у тебя мозг там сохнет, ты ничего не сдешь. Но я поражаюсь, мне настолько... Я почувствовала, да, я столько обучений прошла. У меня такой был личностный рост. Последнего не знала, выходить мне на работу или нет. То есть я сидела три года. А что стало толчком? Я просто поняла, что если я сейчас выйду, все закончится. Я не смогу больше этим заниматься. Конечно, Аня, на это нужна большая смелость. Ты большая... Смелость нужна. Ты смелая, да. И хорошо, что тебя муж поддержал, семья, вот. Ну, я думаю, мы уже будем заканчивать. Мы же все посмотрели. Аня, большое тебе спасибо, что пригласила меня в гости. Это... Не знаю, это удивительное дело. Это вышивка. И я восхищаюсь людьми, которые могут так усердно сидеть и красиво вышивать. Это очень ювелирная работа. И я думаю, что у тебя золотые ручки, Аня. Я желаю тебе, чтобы твоя онлайн-школа стала большой-большой-большой-большой школой. И, может быть, даже потом бы ты бы открыла какой-то оффлайн-филиал. Вот. И мне нравится, что ты сохраняешь традиции. Да, можно же так сказать? Это именно так вышивали наши предки. Да, это очень ценно, Аня. Поэтому большое тебе спасибо. Спасибо тебе, что пригласила. Это очень интересно поделиться. Я надеюсь, что людям тоже откликнется. Есть ли у тебя пожелания для наших зрителей, ну, в творческом плане? Вот что бы ты хотела, Аня, пожелать? Я хотела бы, конечно, пожелать творческих успехов и вдохновения, чтобы было ресурсное состояние творить и чтобы чаще оно приходило, да. Ну, тут нужно каждому человеку смотреть в себя, да. Что нужно для того, чтобы было ресурсное состояние. Потому что, когда я получаю вдохновение, у меня прям вот, ну вот, я не могу заснуть иногда. Да, то есть, вот, я желаю вот этого. Потому что это, как-то, мне кажется, добавляет краски в жизнь и в целом это здорово. Аня, все, большое тебе спасибо. Давай, пока-пока. Пока. Ну, все вообще. Субтитры сделал DimaTorzok